Уважаемые подписчики, друзья, случайных зрителей, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все монеты. Уважаемые зрители, монета номиналом 5 копеек с датой выпуска 1933, одно из наиболее желанных приобретений для любого нумизмата. Эти 5-граммовые монеты из алюминиевой бронзы в отличной сохранности стоят порядка 300-400 долларов США, и это касается лишь тиражного экземпляра. Но существует вариант таких 5 копеек, за которые маститые, так скажем, и богатые коллекционеры-нумизматы готовы выложить сумму более чем 2000 долларов США. Высокая цена на пятаки 1933 года чеканки обусловлена их малым количеством в обороте. В отчетах Ленинградского монетного двора напротив 5 копеек рассуется немалый тираж объемом более 17 миллионов экземпляров. Однако, по мнению сведущих в советской нумизматике экспертов, большая часть выпуска в 1933 году была отчеканена штемпелями иной даты. А отчеты содержат общее суммарное количество монет, сданных заводом Госбанк. Штампы на монетном дворе используются до полной своей выработки, стирания либо разрушения. Судя по всему, в 1933-м основная доля тиража 5 копеечных монет как раз и чеканилась этим старым, но еще годным инструментом. Друзья, с пятаком по цене более 2000 долларов ситуация несколько иная. Таких образцов сегодня в коллекциях насчитывается всего несколько штук. У этих 5 копеечных экземпляров Аверс отчеканен штемпелем образца 35-го без круговой надписи. Вероятнее всего, появились они в результате пробной чеканки уже в 35-м. В этом году производилась смена типа штемпеля лицевой стороны. И небольшая часть монет для пробы оказалась отчеканена с использованием старого штемпеля с датировкой 1933 на реверсе. Сегодня такая редкая и дорогостоящая ошибка – вожделенный трофей для многих нумизматов. Уважаемые зрители, среди монет номиналом в 1 копейку 1924 года выпуска есть очень редкая разновидность. Коллекционная стоимость, которая переваливает 1000 долларов в США. Давайте разберемся, что же она из себя представляет. К 1924 году правительству молодого советского государства наконец-то удалось остановить инфляцию в стране. Встал вопрос о возобновлении чеканки мелких разминных монет номиналом от 1 до 5 копеек. Тиражи новых монет планировались весьма большими, а технических возможностей для этого на монетном дворе не хватало, к сожалению. Поэтому для чеканки однокопеечных медяков приняли решение привлечь непрофильные предприятия, в том числе и телефонный завод «Красная заря». В результате последовавшей неразберихи и большого количества конечных исполнителей 1 копейка образца 1924 года, в коллекциях нумизматов сейчас встречается в 5 вариантов с очень разной аукционной ценой. Один из наиболее дорогостоящих раритетов среди первых однокопеечных номиналов СССР – это монета с гладким гуртом. Такие экземпляры чеканились на «Красной заре» с мая. Это начало чеканки до середины августа 1924 года. Друзья, дело в том, что первоначальное руководство завода отказывалось наносить на гурт рифление. Однако это привело к увеличению процента брака. И в августе чеканка монет с гладким ребром по приказу Минфина была прекращена. В дальнейшем выпуск этих миляков продолжался только с рубчатым гуртом. Сегодня однокопеечные монеты 1924 года с гладкой боковой поверхностью – редкость. И стоимость на эти экземпляры сегодня достигает 170 долларов США. Самая дорогая и желанная для коллекционеров нумизматов копейка 1924 года – это перепутка. Она отчеканена с использованием Аверса – 20-копеечной монеты этого же года. И сегодня ее стоимость переваливает в 1000 долларов США. Все зависит еще из-за состояния. Она появилась в выпуске из-за близости диаметров монет в 1,20 копеек. Точное количество таких ошибочных монет неизвестно. Но встречаются они на аукционах очень редко. Узнать такую перепутку в массе других копеек 1924 года можно по несколько вытянутым высоту буквам СССР. На обычной 1-копеечной монете эти литры округлые, а у 20 копеек они продолговатые. Чеканились новые медные монеты недолго. Они оказались слишком дорогими по себе стоимость. Что не могло не лечь тяжелым грузом на экономику молодой страны Совета. Если в 1924 году 1 копейка была выпущена в количестве 50 миллионов экземпляров, то в 1925 году объемы чеканки резко сократились до 4 миллионов штук. Причем одна из разновидностей с остреем серпа ниже полюса. В 1925 году была от Чеканина в совсем небольших количествах. Из-за этого сегодня на аукционах ее цена зачастую поднимается выше 500 долларов США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова